Новобранец трактора Александр Панков в своем дебютном матче отличился дважды. Особенно приятно забивать ему было в ворота своей бывшей команды Салават Юлаев. Об этом и не только расскажет Николай Пастухов в обзоре спортивных событий. Трактор продолжает громить лидеров российского хоккея. Вслед за Металлургом челябинцы одолели Салават Юлаев со счетом 4-2. По одному голу забили лучший помордир черно-белых Кирилл Кольцов и Максим Якуценя. Но главным героем матча стал новичок трактора Александр Панков. В дебютной игре за челябинца форвард отличился дважды. В первой половине встречи Панков был самым активным. В дебютной матче надо было работать и самое главное, что команда победила. То, что с бывшей командой играл, это тоже придало в эмоциональном плане. В третьем периоде трактор перешел на игру в три звена. Тренер клуба Анвар Гатетуллин говорит, что причиной стала травма нападающего Пола Щихуры. Пол получил незначительное повреждение, поэтому стали играть в три звена, короткие смены, чтобы как можно короче темп взвинтить, больше играть в атаке было задание. Позже в пресс-службе клуба сообщили, что травма канадского легионера несерьезная. Завтра он вернется к тренировкам. А трактор после победы над Салаватом Юлаевым взлетел с седьмого сразу на второе место в конференции «Восток». В активе челябинца в 17 очков. Встреча с Салаватом Юлаевым стала юбилейной 500-й в КХЛ для форварда трактора Максима Якуцени. Он сам сделал себе подарок. Забросил сумасшедшую шайбу с нулевого угла и отдал голевую передачу. За 500 матчей в лиге игроку удалось набрать 250 баллов при показателе полезности плюс 65. Напомню, неделю назад в матче с рижским «Динамо» 35-летний нападающий перешагнул рубеж в 100 очков в составе трактора и 100 шайб в континентальной хоккейной лиге. В этом сезоне Максим Якуцени лучший в команде по системе «Гол Плюс Пасс». На его счету 4 шайбы и 7 результативных передач. А перед матчем с Салаватом Юлаевым хоккеисты и ветераны трактора открыли масштабную фотовыставку. Название говорящее «Поколение Т. 70 лет нашей эры». На трехметровых полотнах собраны самые яркие снимки 70-летней истории клуба. Всего фотографий 7, по одной из каждого десятилетия. И каждой эпохе соответствует своя буква в названии команды. Защитник черно-белых Никита Жульдиков знает историю клуба не понаслышке. Его отец 6 лет защищал ворота трактора. Конечно, я очень горжусь, что мой отец оставил тоже свой след в эпохе трактора. Это незаменимый вклад. Я очень этим горжусь. В честь открытия выставки устроили шоу. А среди зрителей разыграли билеты на домашние матчи черно-белых и подарки от клуба. Экспозицию можно увидеть в торговом комплексе «Алмаз». И у Челябинского трактора новый титульный спонсор. Хоккейный клуб и русская медная компания заключили договор о сотрудничестве на один сезон. По условиям соглашения трактор получит от промышленников 100 миллионов рублей. На эту сумму клуб, к примеру, может усилиться двумя-тремя хорошими хоккеистами. Напомню, что логотипы компании с начала сезона размещаются на форме игроков и на льду в арене трактор. Сборная России по хоккею проиграла стартовый матч Кубка мира. Команде Швеции наши игроки уступили 1-2. Хотя начинался поединок с равной борьбы. Лишь в середине второго периода шведы забили первую шайбу в ворота Сергея Бобровского. Еще через две минуты счет стал 2-0 в пользу скандинавов. А хоккеисты сборной России смогли ответить лишь на последней минуте матча. Капитан команды Александр Овечкин с передачи магнитогорца Евгения Малкина и Павла Дацука мощным броском от синей линии распечатал ворота шведов. Через несколько секунд шайба снова в воротах и вновь после броска Овечкина. Однако суди отменили гол. Он был забит рукой. Итог встречи 1-2 в пользу сборной Швеции. Завтра россиян ждет матч со сборной Северной Америки. И права на ошибку у наших игроков нет. Иначе они не выйдут из группы. Начало матча Россия-Северная Америка в 5 часов утра по Челябинскому времени. Южноуральский кикбоксер Бахтияр Мухамедзянов с победой возвращается с престижного турнира в Италии. В субботу на Олимпийском стадионе в Риме он не оставил шансов бойцу Сапенин и Мидио Малинари. И это несмотря на то, что соперника активно поддерживали зрители. Поединок состоялся в рамках матчевой встречи сборной мира против сборной Италии. Он проходил в самом жестком разделе кикбоксинга К1. Бахтияр единственный россиянин, включенный в сборную планеты. В том числе благодаря победе Мухамедзянова его команда выиграла у хозяев турнира 6-2. Теперь южноуральца ждет чемпионат Европы. Он пройдет в Словении с 23 по 30 октября. Николай Пастухов, ОТВ Редактор субтитров А.Семкин